О, хей, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал Маугли! Сегодня мы с вами начнём прохождение одной, мне кажется, просто потрясающей игры, которая называется The Stay, или Отставайся. Как-то так, игра это пиксельный триллер, хоррор, и эта игра при этом будет взаимодействовать с нами. Вы видите на экране написано время вне игры, время в игре. Так вот, суть в том, что в этой игре идёт своё время, в моём мире, ну то есть в реальности, идёт своё время. И эти два времени, они соотносятся. То есть если я начинаю играть, к примеру, здесь время пошло и там, и сям, но потом я забрасываю игру и занимаюсь в этом мире своими делами, и забиваю на главного героя, ну то тогда при возвращении обратно в игру, он или мне скажет об этом, или как-то отреагирует, или, возможно, я приду сюда, а его уже не будет. То есть в тот момент, когда мы начнём игру вот в реальности, когда я нажму на кнопочку «соединять», в этот момент история запустится, и остановить её будет уже невозможно. Можно лишь будет только, видимо, дойти до одной из семи концовок, а именно столько обещают нам разработчики. Игра на русском языке, мы сделаем полное прохождение, добьёмся каких-то концовок, а вы устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь прохождением. Нажимаем «соединять» и поехали. «The Stay», «Не уходи», переводится так. Загрузка совершенно нажмите, чтобы начать. Играйте в наушниках, в темноте и в изоляции предлагают нам. Игра сохранится автоматически. Игра строгает такие темы, как состояние тревожности, смерти, одиночество и депрессия. Для подробной информации запретим вопросом психического здоровья, обратите по ссылке там-то-там-то. Поэтому, ребят, давайте будем относиться к этой игре максимально серьёзно. Смотри, вы можете выйти в любой момент, когда пожелаете, но время, проведённое в ней игры, будет иметь последствия. Каждую секунду вашего отсутствия персонаж игры страдает от одиночества. То есть, по идее, в идеале, наверное, я должен сесть и пройти её на одном дыхании, чтобы не оставлять нашего главного героя ни на секунду одного. Ну, посмотрим. Даже если у нас не получится с первого раза, мы пройдём её и второй, и третий, сколько понадобится. Погнали. Жил-был мужик в синем свитере. Он любил спать за столом и выращивать маленькие деревья бонсай. У него был голубь, которого звали Гурлык, и он засиживался допоздна, до утра, до 4.32. Он учился на медика, поэтому его почерк разобрать было невозможно. Однажды на Курлык свалился снег и завалил его клетку. Наш главный герой. Знакомьтесь. Что такое? С чем это пахнет? А, это пахнет утром. Насыпай, дружок. В ролях Квин. Страшная тень пришла за Квином. И сказала... В главных ролях так же играешь. Ты! Здесь два героя. Это я и это Квин. Первая глава. Таламус. А почему не на русском-то языке? Вот он, наш Квин. Смотрите, какой красавчик. Посмотрите на его глаза выразительные. А? Значит, жил-был Квин, и в какой-то момент он засиделся до утра и... Время. Ага, это первое. Hello. Засиделся до утра, и все, и очнулся непонятно где. Есть кто-нибудь? Помогите, пожалуйста. Это его состояние, видимо. Так, что это такое? Эмоциональный контакт, незнакомец, Квинты. Ага, незнакомец, уровень доверия низкий. Настроение испуганный, сангвиник. Есть флегматик, есть меланхолик, есть холерик. Холерик, господи. Надо с этим разбираться. То есть мы, по идее, руками... Это, видимо, показывает наш контакт с ним. Ладно, поехали. У нас есть вот такие... Так, это все относится к этому, да? Время идет у нас в игре, минута 58. Все, таймер пошел. Мы с ним должны теперь общаться. Он сидит, мы видим его просто по вебке. Как будто мы зашли в какой-то там чат-рулетку и вдруг увидели здесь его изображение. Посмотрите на его лицо. Он явно в шоке. Напишем, кто здесь. Кто это? Я здесь. Мы не можем здесь печатать, но мы можем отправлять заготовленные ответы. Помогите, пожалуйста. Я не могу поверить, что эта рухлядь работает. И кто бы это ни был... Блин, ну шрифт могли другой набрать. Пожалуйста, скажите мне, что здесь происходит. Я не знаю, чувак. Квин, я не знаю, что происходит. Что за фигня происходит? Спросим, ты кто? Или спросим, ты где? Давай спросим, ты кто? Успокойся. И скажи мне, кто ты. А что это у меня за красные здесь такие ошметки на столе? Я мог бы спросить тебя о том же. Я никто. Да ладно. Нет, ты меня неправильно понял. Ух ты. Ты еще и болеешь. Я не должен быть здесь. Я жил... Я жил, никого не трогал. Вдруг вся моя жизнь превращается в ад. Мы можем отслеживать его состояние здесь. Это в прямом эфире. Видите, идет. В ад. И что потом? В ад? Давай спросим. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что твоя жизнь превратилась в ад? Сейчас связь пропадает. Смотри, у него настроение меняется, да? Забудь. Мы должны тоже это отслеживать, потому что он же может сойти с ума. Просто включи свет и пусть все это кончится. Я обещаю. Я не пойду в полицию. Мне даже все равно, кто ты. Просто отпусти меня или оставь в какой-нибудь канаве. Что ты от меня хочешь? Кричит. Он думает, что я его похитил. Давай скажем. Я тебя не знаю. Я не имею к этому никакого отношения, скажем. На самом деле, в последний раз объясняю. Я не знаю, что с тобой случилось. Но я никак с этим не связан. Блин, я обожаю такие игры. И вот у нас пошло разветвление какое-то. Хорошо, хорошо. Вы видели там, сколько веток было? Одна из них крестом заканчивалась. Может быть, это смерть? Извини, не сдержался. Я тебе верю. Дай мне подумать минутку. Смотри, он вроде успокоился, да? Блин, у меня в голове полная каша. Я лежу в кровати, никого не трогаю, пытаюсь заснуть. И вдруг бам! Никого. Кто-то стукнул меня по голове. А, никого. Смотри, смотри, он пишет никого. А потом исправляет через звездочку. Ну, мы же так же общаемся в сети. Ха-ха-ха. Игра прям реально веет реальными какими-то вот этими вещами. Кто-то стукнул меня по голове, я проснулся в непонятной абсолютно темной комнате. И здесь только компьютер, на котором открыто окно чата с абсолютным незнакомцем. Меньше, чем я, знать просто невозможно. Что за гребанный кошмар? Я хочу ущипнуть себя и проснуться. Эй, щеку не оторви. Я просто... Это просто пипец какой-то. Это по-настоящему. Ничем не могу помочь. Мы... Давайте не будем его все-таки расстраивать, как бы, и бросать. Мы скажем ему 911, может быть, надо позвонить. Хочешь, чтобы я прислал тебе помощь? Позвонить в 911? Проявим заботу о нем. Смотрите, красное выселось. А что такое флегматик вот с ангенем? Мы можем как-то посмотреть? Потеря настроения. Я помню, что это типа психотипы, насколько я правильно понимаю. А что такое у нас здесь какие-то вот? Смотри, причем в реальном времени там идет, там не останавливается повествование. Это меняется его настроение. Ладно, надо почитать на самом деле, что это значит. Мне бы могло знать, где я нахожусь, но у меня нет ни малейшего представления о моем местонахождении. Я проснулся в комнате 101 и потом просто потерял ощущение времени и не помню, что случилось. Потерял, исправляет. Ни мобильника, ни ботинок, ничего нет. Это все, что я знаю на данный момент. Я знаю, что это жутко, но это все правда. И я правда нуждаюсь в своей помощи. Мы можем ему сказать, поищи вокруг или ощупай стены. Давай скажем, поищи вокруг. Нельзя терять ни минуты, Квинн. Давай, иди. Осмотрись вокруг. Мои глаза все еще не приспособились к темноте. Глаза. Глаза. Он торопится, конечно. Голова кружится и сердце прямо готов вырваться из груди. Дай мне еще пару минут. Что провести небольшую исследовательскую экспедицию. Хорошо, ладно. Ладно, смотри, он встал и ушел. Остается только догадываться, что с ним там произойдет. Сейчас, а мы можем как-то еще за ним посмотреть. Время отсутствия. А, это время, сколько в игре прошло. А это сколько отсутствия, сколько я без игры был. Что-нибудь подходящее, какая-нибудь идея. Давай скажем, какая-нибудь идея. У тебя есть какая-нибудь идея? Почему с тобой это проключилось? Видите, какая-нибудь идея. А относительно чего? Я вообще думал, какая-нибудь идея насчет того, что он нашел. А на самом деле что-то другое вообще имеется в виду. У меня нет времени на долгое размышление. Я просто хочу выбраться отсюда. Моя самая главная забота это выбраться отсюда. Это я понял. Я тут все ощупал в пределах достижимости. На стенах. На одной, кажется, облупленная краска. На другой что-то наподобие обоев с рельефным рисунком. Ну, уже лучше. Какой-то обогреватель. Кассит под старину, не работает. Слава богу, а то тут ужасно жарко. Прямо терпеть невозможно. Я ничего не нашел. Может он правда в аду? Там уже температура. Ох ты, тихо. Че ты? Ты чихаешь? У тебя еще сопли из носа не вылетят. Что там такое? Свет загорелся. Мы не можем влиять на его действия. Мы можем только смотреть. Что за... Что за фигня происходит? Что ты что-нибудь видел? Теперь мне интересно. Давай скажем, ты что-нибудь видел? По твоему тону, я могу сказать, что ты увидел что-то необычное. Конечно, ты постри на его рожу. Я прямо себя чувствую, как в фильме ужасов. Низкого пошиба. Так там резня должна быть. Икра еще все стороны. Надали с ней мигает какая-то лампочка. Она появилась как из ниоткуда. Как ниоткуда. Да, я посмотрю, что там и вернусь сразу. Знаете, была подобная игра про какого-то астронавта, которым мы должны были следить. Тоже текстовая вообще игра. И там тоже время шло, как бы, вне зависимости от того, находимся мы в игре или нет. Так, лампочка. Что, мне нужно пазл какой-то, да, нужно сделать? А что с пазлом? А, мне нужно крутить. Мне нужно сопоставить. Так, секунду. Мне нужно как-то сопоставить что-то здесь. Стоп. Во, все, вкрутили. То есть мы ему помогли таким образом. Ха-ха-ха-ха, я врубил ему свет. Отлично. Ну, хоть как-то я ему помог. Наши, по доверению разработчиков, наши действия здесь напрямую влияют на события в игре. Наше присутствие или отсутствие. Наши поступки, наши выборы, наши слова. Они будут влиять на его настроение и будут влиять на исход. Мы можем или спасти его, или уничтожить. А, светлячок появился. Что это такое? А, это первая глава прошла. Статистика пользования. Ничем не могу помочь. Это 15%, 85% выбрали. А, это у нас статистика, видимо, вообще из всех игроков. 95% пользования, включая тебя, настолько практично, что сразу бы сдали всех властям. Ха-ха-ха-ха. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Дальше, да? Крестик нажимаем. Глава вторая. Клуструм. Ладно, хорошо. Глава вторая. Клуструм. Мы 10 минут провели. Я рад, что ты вернулся. Светлячок летает с тобой там. Я только что вернулся. Хотел проверить, что там за странное свечение. Он постоянно делает ошибки, видите? И после нескольких минут борьбы с февресцентной лампочкой... Это я тебе помог, не переживай. Я рад сообщить, что мы победили тьму. Я крутил ее, как мог. А пролить свет на проблему помог одинокий светлячок. И еще несколько полезных открытий. Светлячок, наши пути будут легче, если мы наполнены красотой, добротой и наши сердца. Это любовь к своему делу, учение, вдохновение, свобода. И что это значит? То есть мы нашли светлячка. И светлячок ему теперь будет озарять путь. И может быть как-то от одиночества помогать скрыться. Как, например, запертая деревянная дверь. Она кажется хрупкой, ибо жена по богам. Интересно, она закрыта, чтобы я не убежал? Или чтобы кто-то снаружи сюда не пробрался? Посмотри в замочную скважину или вышиби ее. Давай скажем, посмотри в замочную скважину. Не надо сразу ее вышибать, потому что мы не знаем, что на той стороне находится. Я бы посоветовал тебе посмотреть через замочную скважину. Нет ли чего-нибудь по ту сторону двери? Я помню, что... Смотри, у нее сразу настроение изменилось, да? Флегматик. Незнакомец, эмоциональный контакт, незнакомец. Ты уровень доверия низкий. А вот это что означает? Наше прохождение или как? Ладно, неважно. Если подглядывать в замочную скважину, то нужно быть готовым, что когда-нибудь... Вас ткнут чем-нибудь в глаз! Я тоже в этом потом, когда ему советовал. Я договорил тем, кто страдал вуэризмом. Но я забыл тебе сказать. Что, у тебя было много таких знакомых? Я врач-психотерапевт, бывший, новый атеист и потребитель сильных обезболивающих. Ах, вот оно что-то. Если не так-то прост. Полный набор, если ты понимаешь, о чем я. Я понимаю, да. У тебя проблемы. Что касается работы, то она в данный момент совсем не идет из-за некоторых проблем. Но старые привычки умирают долго, так что не слушай, если я тебе лапшу на уши вешаю. Но несмотря на это, я последую твоему совету. Последуй, пожалуйста. Последуй. Если, конечно, он полезный. Давай, посмотрим, что произойдет с ним. Эта игра мне сразу напомнила Don't Chat With Strangers. Помните, просто потрясная игрушка была. Но здесь вот эта игра, она еще более навороченная. Там, по-моему, ничего он не увидел. Но никто ему отвертки в глаз не ткнул. Это уже хорошо. Это уже победа. Еще в левом, если мы пойдем, тоже наверняка там что-то есть. Рассказывай. Я думаю, что мой мозг играет со мной злую шутку. Что ты там увидел? Ну, общий вывод. Я нифига не вижу, что по ту сторону двери. Что мне теперь делать? Оставь ее, выбей ее. Вот вопрос, да? Оставить ее или выбить ее? Все, реально мы не знаем, что там есть. Вот у нас есть светлячок. У нас, да, вот эти предметы здесь появляются. Ну и что будем делать? Какие идеи? Оставить дверь или выбить ее? Она обожжена с той стороны, по бокам. Давай ее оставим. Давай ее оставим. Давай не будем ее трогать. С другой стороны, мы никогда не узнаем, что по ту сторону находится. Может быть, там выход какой-то. Или там действительно опасность. Давай оставим ее. Оставь дверь. Лучше не пытаться, не пытать судьбу. Не всегда. Я, я, я наконец-то чувствую, что мы начинаем друг друга понимать. А что, ты тоже так же думал? Потому что я полностью с тобой в этом согласен. О, видишь, это хорошо. Это правильный ответ был, потому что мы его доверили. Она заперта по какой-то причине. Ну, чтобы ты не выбрался, наверное. Ну, или действительно там какая-то опасность. Давай подчиняться правилам, по крайней мере, в начале. Потом пойдем в разнос. Потом все здесь выпьем. В начале это сумасшедшие игры. Задуманные каким-то извращенным мозгом. Ты думаешь, это какая-то игра? Расскажи мне о твоих пациентах, мы можем спросить. Давай его немножко отвлечем. Пусть он расскажет о пациентах. Мне поможет, если ты расскажешь немного о твоих пациентах. Мы можем что-нибудь вместе придумать. Упс. Вот еще разветвление пошло. Отлично. Смотри-ка, это что, 2? И кстати, это тоже могло быть 2 смерти. Ты знаешь, что это строго конфиденциально. Да уже нечего скрывать, чувак. Я, может, и паршив психотерапевт, но я всегда читал профессиональный кодекс. Кроме того, где бы ни были мои пациенты, они могут подслушивать. Именно, наверное, поэтому ты сюда и угодил. Им не понравится, если я буду болтать об их проблемах с посторонними. Но одно я могу признать. Он расстроился из-за этого вопроса. Мне нетрудно представить, что один или два из них могли провернуть такую штуку. Я был бы совсем не удивлен. Видимо, там вообще они отбиты были. И я заслужил такую ненависть. Почему? Но я никого еще не могу обвинять. Нам нужно продолжать поиск решения. Почему ты их бросил? Отдери обои от стены. Почему ты их бросил? Кого? Пациентов? Не будем. Давайте не будем его сейчас корить, потому что нам важно завоевать его доверие. Нам важно его расположить. Что это за кнопочки? Ладно. Отдери обои от стены мы выбираем. Время действовать. Ну, чего же ты ждешь? Отдери обои от стены. Давай, действуй. Эта комната полна тайн. Квест в реальности, мужик. Ты прав. Мы должны обойтись тем, что есть под рукой. И наверняка никто не даст нам подсказки бесплатно. Никто не даст. Надеюсь, никто на меня не разлился за то, что я разрушил здесь все. Чувак, тебя похитили. Что тебе еще остается делать? Ну, хорошо, хоть компьютер оставили. Любой предлог хорош, чтобы сменить обстановку интерьера. Правда? Сейчас он пойдет отрывать обои. Ништяк. Светлячок с ним? Светлячок с ним. Светлячок его подбадривает. Смотри, он пошел в эту сторону. Отлично. Я так и хотел сюда сходить. Так, он оторвал обои. Что он там увидел? Он увидел что-то желтое. Или это светлячок? Ну-ка, давай, рассказывай. Я отбрал обои. Угадай, что я нашел. Он сейчас скажет. Ничего. Хороший совет. Что ты нашел? Я нашел дверь, ни трещин, ни стыков, как будто нарочно замаскированной в стене. Она не заперта. Вот это она. Вот сюда надо идти, сто процентов. Похоже, мы вступаем на неизведанные территории. Если меня не будет через час, помолись за меня. Ух ты. Неужели он выйдет? Или просто скажи несколько добрых слов о нашей славной, но недолгой дружбе. Он пойдет сейчас туда и на час пропадет. А мне потом надо будет через час вернуться к нему. Ты издеваешься. Что там? Никого. Он ничего не увидел, ничего не услышал, но он пошел туда. Я не смогу за ним наблюдать. Вот оно что. Мы, по идее, должны будем сидеть час времени и ждать, пока он вернется. Светлячок пошел за ним. А, нет, мы все-таки что-то увидим. Это туалет. Ну, класс. По крайней мере, ты теперь сможешь не гадить там. Мы можем что-то сейчас опять... А, это уже вторая глава, кстати. Посмотри в замочную скважину. Предложили 88%. Смотри-ка. Уже забыли. 88% пользователей, включая тебя, уже забыли, как кончила любопытная Варвара, которой на базаре нос оторвали. Любители подглядывать. Нет, нормально. Мне кажется, это было куда более безопасно, чем туда вломиться. Хотя интересно, что там находится за этой дверью. Глава третья. Опус примус. Мы продолжаем, ребят, проходить. Продолжаем. Вот он наш туалет. Красивый и вонючий. Ну, зеркало есть, это уже хорошо. Раковина. Я бы тебе не советовал так ее руками брать, конечно. Вот так ты выглядишь, мужик. До такого ты докатился. Что такое? Вода разлита. Здесь есть пилюли! Черт, а что за пилюли? Мне кажется, не надо их брать. Не надо их пить. Точно пить не надо. Очень похоже. Don't chat with strangers. Прям пост такая же. Класс. Вообще супер. Обожаю такие вот триллеры, хорроры пиксельные. И при этом еще вот с общением таким, знаете, как симулякро. Та две, что предполагалось вывести меня к свободе, вместо этого привела меня прямо в крошечный туалет с унитазом и раковиной. Мы получили какой-то предмет. Ха-ха, забитый унитаз. Жизнь произошла от упадка. От источника. Как считает Карл Юнг, если вы хорошо разглядите экскременты в вашей жизни, то вы сможете превратить их в золото. Поэтому у нас будет чем заняться. Можем разглядывать экскременты в забитом унитазе. Что такое ект? Объект, наверное. Унитаз забит черт знает чем. А кран фыркает коричневой водой. Запах смех с протухшей вареной капустой и мокрой собаки. Блевотин с кусочком тухлого яйца и на вооруженную щенка скунсу подобрана на помойке. Все представили этот запах? Сморчились. Я достаточно живописно рассказал. О, чувак, я прям нюхнул его. Но, по крайней мере, здесь есть треснутое зеркало. Невероятно полезная вещь. Особенно если смотреть в него, случится несчастье, да? Я очень переживал, как я выгляжу. Мешки под глазами, растрепанные волосы. Я просто напугало похож. Ну, как, видимо, любой психотерапевт. Есть еще какие-нибудь выходы. Ничего больше. Посмотри, что в туалетном бачке. Давай скажем, пусть в туалетном бачке. Многие хранят вещи в туалетном бачке. Проверь. Мне кажется, это разумное предложение. Смотри-ка, что это такое? Сердце. Что такое сердце? А вот что-то скакануло у него. Неужели? Я думаю, что крестный отец испортил. Он всегда такое классное место для прятания ценных вещей, как туалетный бачок. Но так как я не знаю, что именно мне нужно искать. Иди ищи. То, может, стоит и здесь посмотреть. Что-то у него сердце ударило, да? Вы видели это? Непонятно, что вот эти значки означают. По крайней мере, хуже, чем грязная вода. Здесь ничего уже не найду, правда? Я буду посмотрю и сразу же вернусь. Давай. Класс. Мне нравится, что можно с ним так взаимодействовать. Я не думаю, что должно быть что-то там... Что может быть что-то опасное. Вот он смотрит. И там вонючая жижа. Лягушка там. Лягушка. У тебя еще один друг появился. Все, тебе точно не будет скучно. Значит, будет еще прыгать здесь. Видишь, как круто? Нифига себе! Извини за выражение, но я почти описался в штаны. Из бачка выпрыгнула лягушка. Новый объект у нас. Символ перемены обновления. Это татемное животное поддержит вас в трудный момент. Или может просто заколдованный принц, который ждет поцелуя в засос, чтобы проснуться. Давай, чувак, поцелуй в лягушку. Лягушка, блин! Да мы уже знаем. Ну ты представляешь, лягушка в доме! Да легко. У меня повсюду лягушки прыгают. Помимо земноводного гостя, ничего ценного листа еще не нашел. Как тебя зовут? Давай спросим, как тебя зовут? А что это? Нормально, что он ее нашел. Что извиняться? Извини за невоспитанность. Я даже твоего имени не спросил. Идет разветвление. Смотри, какое-то. Видимо. Не понимаю, что это значит. Но похоже, сюжет разветвляется. Ой, похоже на пробуждение утром после ночи по пьяни. Меня зовут Квин. А тебя? Меня зовут... Давай я напишу Маугли. Вот так вот. Мы же на канале Маугли все-таки. Здравствуй, Маугли. Ну, приятно звать тебя по имени. Я чувствую, что мы стали ближе. О, чувак, конечно. И я теперь не так одинок. Уровень доверия средний. Видишь, как хорошо. Меня не покидает... А теперь... А меня не покидает мысль. Может быть причина того, что я здесь застрял, что мне предназначено завершить что-то, что я начал и не закончил? Моя работа, сеансы терапии с моими пациентами. Может быть, может быть. Все может быть. Когда Ипсен сказал, что самые сильные люди это самые одинокие, он наверняка не имел в виду моих пациентов. Что это за звук был? Что это был за звук? Это цепи гремят или мелочь кто-то разбрасывает? Подожди, я что-то слышу. Я тоже это слышал. А, это гитровильское привидение летит. Чувак прячется. Похоже на звон колокольчиков. Звук идет из угла комнаты. Дай проверю, что там. Вернемся после рекламной паузы. А, надеюсь. Что-то разбивается. Быстрее, Квизбики, смотри. Господи, там что-то разбилось. Может, это лягушка? Она же здесь прыгает. Что это здесь? Зеркало? Что разбилось? И как это зеркало? Как оно из туалета улетело? Так, сейчас какая-то мини-игра будет. Это третья глава. Уж статистика пользователя. Посмотри, в туалетном бачке 50% предложили. Фанаты крестного отца должны знать, что первый, кому пришло в голову спрятать драгоценности в туалетном бачке, был гением. Но, к сожалению, киноиндустрия окончательно испортила секретность этого потрясающего укрытия. Третья глава. Мы продолжаем и продвигаемся. Глава четвертая. Ай-Ай-Е-Лу-Рус. Ай-Лу-Рус. Что это такое? Кишки разноцветные? Что это, блин? Я не понимаю. Буль-буль-буль-буль-буль. Вот свежие новости. Что-то в комнате случилось небольшое происшествие. Упала полка с фарфоровой посудой. Она там была, что ли? Я думал, что у меня уже и так невыносимо. А тут придется еще мусор выносить. Тарелок три. Все разбились на разное количество осколков. И похоже со своим собственным символом. Мам, сейчас надо будет собирать. У нас мини-игра будет. Что мне делать с этими бесполезными осколками? Тебе нужно составить их обратно, символы посмотреть. Выбросить их и начать брать уроки керамики, а потом запустить свою собственную фирму по производству посуды для хипстеров. Или собрать осколки и, возможно, найти какую-нибудь подсказку. Это того стоит? Это мусор. Давай скажем, это того стоит. Думаешь, стоит тратить усилия и время? Скажи да. Когда ты забер в пустой комнате, чувствуешь, что твоя жизнь под угрозой. Все, видимо, обретает смысл. Все, что ты найдешь в этой комнате, стоит твоих усилий и времени. Я согласен с тобой. Надо найти подсказку. Люди, которые слишком много думают над своими решениями. Ну, давай, сумничай. Как уже наверняка тебе стало заметно, у меня совсем нет мозговых клеток. У меня совсем нет мозговых клеток. Я тебе помогу собрать. Не переживай. У меня есть мозговые клетки. Главный вопрос. Давай, задавай. На какую тарелку мне потратить свою драгоценную... О-о-о-о! Благодетель в золотой среде без труда не вытащишь шарюку из пруда. То есть самую сложную, да? Благодетель в золотой середине. Давай на легкую. Давай на сложную. Давай самую сложную попробуем собрать. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Давай самую сложную. Я не знаю, что меня ждет, но мы попробуем собрать. Ты обрадовался. Посмотри на этот извращенный разум в действии. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, да? Мы же можем облажаться. Мне нравится хоть твоих мыслей. Это хорошо, что тебе нравится. Ну, поехали, поехали собирать. Так, время у нас никакое не идет. Нормально. Это пазл. Это пазл. Мы его без проблем соберем. Мы его без проблем соберем. Так, тем более здесь надо сначала собрать вот так вот нам. Сначала нужно собрать контур. После этого мы будем собирать все остальное. Это несложно делается. Это у нас подходит вот сюда. Куда-то вот сюда. Так, так, так. Закругленные части еще у нас смотрим. Маленькая, маленькая, маленькая хреновина. Сейчас, 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 вот. Нет, это не она. С тоненькой полосочкой. Должна быть где-то вот здесь, судя. Судя, вот. О, видишь, подставляется. Отлично. Так, это мы сделали. Это мы сделали. Это мы сделали. Оно само, смотри, должно подставиться. Давай уберем вот это лишнее. Так, это тоже убираем. Вот оно подставляется. Вот оно подставляется. Давай, давай. Где-то вот здесь оно должно быть. Так. Это вот идет у нас вот сюда. Это идет у нас вот сюда. отлично с этим справились едем дальше значит это у нас вот сюда идет прекрасно это у нас идет так 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 если симметрично ладно давай сначала по контуру разберемся это у нас вот сюда встает это у нас здесь стало да так вот это вот фиговина у нас встает сюда отлично и мы здесь уже посмотрели гой этого вот сюда встает точно 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 так тоненькая-тоненькая вот это вот сюда смотрю о по все контур мы практически собрали одна вот осталось маленькая штука вот здесь где-то нас вот сюда встает это у нас встает ппу-ппум-пум-ппум-пум-пум-пум-пум так 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 ну куда-то наверное ладно вращать мы их не может вот это сюда у нас стой а вот здесь так это у нас здесь должна быть мне закажется ладно вернемся к ней давайте явные какие-то еще осколки посмотрим а вот это вот сюда встает лично это у нас стоит это вот сюда должна быть а вот здесь так это у нас встает ладно это потом вот есть это вот сюда есть вот так вот мы быстро ее и собрали киса привет чудо какая-то недобрая это пус берегись это пус будь я проклят что такое у тебя целый зверинство за каждой разбитой тарелкой стоит шаловливая кошка в действии печать белиала странный симметричный рисунок который вызывает чистое зло демона лжи и вины способны соблазнить на грехи любого рода я не знал этого черт кажется его подставил демона лжи и вины похож на кота да есть такой ладно я думаю что ничего страшного в этом нет в кошке у меня теперь есть компаньон это же сейлор мун там кошка луна была ли как это который кажется также расстроен как и я что он заперт здесь мне нужно ревновать маугли а не нужно ревновать маугли ты все равно для меня лучше всех ой код эй код выйди отсюда да да правильно прям задницей в бепку как ты любишь код фей во в дверь чё ты написал по-русски давай извини это он нам говорит что он из потаённой деревни в исландии из потерянной деревни в исландии интересные факты о кошках а знаешь ли ты что они понижают уровень стресса и беспокойства знаю знаю и это на тебя повлияет должно повлиять ты гладь ее побольше владельцы кошками это 30 процентов меньше вероятности умереть из сердечного приступа или инфаркта за десятилетний период что означает что похититель возможно заботиться обо мне кличка кота придумать откуда код откуда кода и не знаю откуда код появился откуда-то это странно но но здесь может быть путь к разгадке он может показать тебе выход откуда он давай скажем более наверное эмоционально хорошо было бы придумать ему кличка я думаю он обрадовался хороший вопрос совершенно без понятия интересно что было бы за другими тарелками я был сын по городу до такой степени что покинул свое рациональное я слава богу что у меня есть ты чтобы задавать такие вопросы я проверил все возможные выходы он телепортировался я тебе точно говорю здесь только двери унитаз никаких других входов и выходов может он был здесь само начало кошки тихие юрки если тебе интересно же четверного друга зовут белиал ну как печать беляла код белял тёно-синий мех и рубиновые глаза мягкий бесшумный недружелюбный его имя белиал ходит как египтянин что мне кажется он симпатяшка хорошо подожди помимо бельки с именем на ошейнике еще что то есть что это видишь это подсказка таймер 13 20 если я проведу в игре 13 13 19 даймер обратный может это убьет его если мы его не освободим от ошейника какое-то устройство часовой механизм мы не можем выйти из игры иначе мы кота убьем заведенный нифига себе охренеть сколько времени осталось кошка это бомба ты в глубоком дерьме сколько у тебя осталось времени я не знаю нифига себе нее механизм заведенный для взрыва давай не будем говорить я видел сколько времени осталось не будем говорить что это что что ты в дерьме давай скажем про взрыв пошутим типа ты уверен да не факт вообще не факт это был бы совсем ужасно мой похититель монстр есть правило никогда не убивай кошек вообще никого лучше не убивай хорошее плора правило только что вспомнил что это правило не применяется к собакам черт побери не может быть сейчас я его возьму и проверю нет ничего у него на брюхе может быть кодовый механизм там пришит как какие-нибудь циферки ну-ка царапнул черт хреново это кровь что это за звук был нет звук идет не изнутри непонятно но я только что заработал большую царапину на лице а он думал что у него бомба внутри кошки я думаю что только предупреждение о том сколько времени у меня осталось не может быть так быть осталось кстати 13 а часов 13 часов чтобы попытаться выбраться из этого места блин я не смогу 13 часов сидеть играть под это в противном случае я наверное здесь умру можешь рассчитывать на меня и на ну-ка что это такое не переживай вот мы можем сначала прочитать у тебя есть я и белил новый пушистый друг все будет в порядке да давай скажем вот так успокойно мы найдем выход и что оставайся спокойным мы давайте скажем лучше прибавят при ободрим его скажем не переживай у тебя есть мы не переживай все будет в порядке вот у нас конца разветвление пошло разветвление это все меняется были им спасибо за слова поддержки меня одолевает противоречивые чувства иногда я думаю что проходить через трудности в одиночку это значит меньше страдать никаких побочных жертв ну и чё но потом я понял что если я один то ситуация стала бы просто невыносимой что касается кота по кличке бериал я думаю что он мой похититель ну точно серьезно это прямой взгляд в убор суженные зрачки уши выпрямлены в стороны не пойми меня неправильно я люблю кошек но я думаю что он меня ненавидит мне стало нехорошо не надо было тарелку брать дай мне несколько минут чтобы собраться с силами сейчас вернусь хорошо круто у нас заканчивается глава четвертая глава смотри кошка это помню сколько времени осталось все таки выбрали больше выбрали сколько времени осталось доставить по проценту пользователей включает тебя предупреждены что кровь будет но у нас все таки есть моральный принцип например чтобы ни одно из животных в стей не пострадало любители чернухи нам дали достижение мы здесь тормознем я продолжу проходить следующую серию сразу же после того как закончу запись этой серии для того чтобы не терять времени ну а дальше уже посмотрим если вам понравилось прохождение у вас есть какие-то идеи насчет того как будет развиваться сюжет и как он уже развился или что мы сделали правильно что неправильно может быть какие-то другие альтернативы и вы знаете что это то обязательно пишите об этом в комментариях а также поддержите лайком это прохождение она мне кажется того заслуживает игра просто бомбезны подписывайтесь на канал чтобы не пропустить продолжение ни в коем случае а если вам не понравилась игра смело ставьте дизлайки пишите в комментариях почему с вами был маугли всегда оставайтесь на высоте и пока Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться, и даже если ты шерохан, запомни мой мотив, без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду на угли, а ты всегда на высоте, здесь собрались только самые адекватные. Я буду на угли, а ты подпишись.